В Шимкенте официально зарегистрировано в качестве безработных 13 323 человека. В целом уровень безработицы составляет 5%. В текущем году планируется привлечь 30 207 человек к активным мерам занятости. Вовлечение населения в активные меры занятости осуществляется на основе трех проектов. Это развитие навыков в зависимости от потребностей предпринимателя, создание субсидируемых рабочих мест, условий для открытия собственного дела. В первом проекте граждане, зарегистрированные в качестве безработных по запросу работодателя, проходят краткосрочное профессиональное обучение с последующим трудоустройством. В течение трех месяцев обучения назначается стипендия. В этом году 1110 безработным гражданам будут выданы направления на курсы. После успешного завершения обучения работодатель обязан трудоустроить безработного гражданина на основании социального контракта на заявленные в течение 10 рабочих дней рабочие места сроком не менее 6 месяцев. Особое значение в занятости населения имеют субсидируемые рабочие места. В текущем году планом предусмотрено направление на субсидируемые рабочие места 7354 человек. На сегодняшний день выдано 4490 направления. Субсидируемые рабочие места включают молодежную практику, перворабочие места, контракт поколения, серебряный возраст, общественные работы, социальные рабочие места для граждан с ограниченными возможностями. Заработная плата участников программы выплачивается государством. Для тех, кто намерен открыть собственное дело, есть проект «Бастал бизнес». В этом году предусмотрено обучение 3750 человек. На сегодняшний день более 1300 человек сформировали предпринимательские навыки в онлайн-формате. Вместе с тем в этом году 426 лицам предусмотрено безвозмездное предоставление грантов в размере 400 АСП для поддержки предпринимательских инициатив. В первом потоке 213 человек получат гранты. Кроме того, планируется льготное кредитование 273 молодых людей. В настоящее время ведется работа по заключению договоров между Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством финансов и Акиматом города Шымкент. Йорнар Бубеев, Дианабля, здесь новости.